Здравствуйте! В студии телеканала Первый Мытищенский Надежда Трифонова. Рядом со мной гость программы «Диалог с властью» Михаил Мурзаков, депутат Совета депутатов городского округа Мытища, председатель комиссии по муниципальной собственности, предпринимательству и экологии. Здравствуйте, Михаил Николаевич! Здравствуйте! Добрый вечер! Михаил Николаевич, весна, самое время продолжить благоустраивать город, городской округ Мытища. Наш муниципалитет за последнее время сильно изменился, и один из грандиозных проектов, который был осуществлен, это реабилитация реки Яуза. Вы, как депутат, как председатель комиссии по муниципальной собственности, предпринимательству и экологии, следили за этим процессом. Как вы оцениваете результат? Ну, я не просто следил. Мы, депутаты и все активные участники экологического движения старались внести свой посильный вклад и в подготовку реализации этого проекта, и в саму реализацию. Ведь более 20 лет мы добивались того, что действительно сейчас произошло. Спасибо нашему губернатору, спасибо губернаторской программе, спасибо, в общем-то, неравнодушным людям в администрации, в первую очередь главе нашего муниципального образования. У нас получилось. До конца не верилось, что получится настолько здорово. Конечно, видеть чистую Яузу, видеть чистую водную гладь, это уникально. Но, когда мы ее увидели, мы поняли, что большая часть работы еще впереди. И знаете, действительно большая часть. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что почистить речку было не так уж и сложно. Допустим, пришел земснаряд, и вот она чистая вода. Но ведь ее же не просто чистили. Ее технология очистки была разработана, реализована таким образом, чтобы река сохранилась, как живой организм. Чтобы не пострадали ни рыбы, ни утки, ни бобры. Как выяснилось, у нас были бобры. Мало кто думал, что они у нас есть. Потому что, когда река была заболоченная, многие вещи были для нас тайны. Потом эта тайна стала явью. На самом деле удалось решить экологические проблемы практически более чем полноценно. Потом ведь два острова появились на реке. Они не просто украсили водную гладь. Перспектива благоустройства, конечно, очень интересная. Я думаю, что мы найдем время и об этом сегодня тоже поговорить. Потому что вот сейчас, в канун сезона благоустройств, у меня очень много встреч на территории с моими избирателями, с гражданами. И так или иначе, большая часть разговора у нас складывается вокруг не просто предстоящего благоустройства, а именно окончания второго этапа реабилитации Яузы. Потому что полноценно завершить процесс будет не менее сложно, чем все то, что уже сделано. Второй этап, Михаил Николаевич, хотелось бы услышать. Что за второй этап реабилитации реки Яузы? На самом деле их условно будет три. Потому что не все еще знают, объявлен открытый конкурс на разработку концепции благоустройства берегов реки Яуза. Ну, в течение двух недель, по-моему, плюс-минус что-то, мы будем знать результат этого конкурса, мы будем знать победителя. Ту проектную организацию, которая будет сначала разрабатывать концепцию, а потом делать проект окончания этих работ. Мы должны понимать, что это будет очень большая, серьезная работа и дорогостоящая. Около двух миллиардов рублей будет стоить завершение этой работы. Вдумайтесь в эту цифру, это колоссальные деньги. Это гораздо больше, чем уже потрачено на реабилитацию Яузы, на очистку ее. Поэтому надо понимать, почему я сказал три этапа. Вот этот этап дорогостоящий, который под два миллиарда, а может и дороже будет стоить. Потому что обычно в ходе работ появляются еще какие-то нюансы, дополнительные работы вылезают на божий свет. Поэтому вот этот этап, он будет дорогостоящий, очень серьезный. И будет он, вот как я предполагаю, не в этом году. Потому что в этом году нужно заняться береговым укреплением. Ну, банально травку посеять, посмотреть, как будут вестись острова. Потому что они же насыпные на более чем на 50%. Нужно, чтобы грунт устоялся. Надо, чтобы береговая линия, та, которая очерчена, она четко стала береговой линией. То есть береговое укрепление однозначно в этом году будем делать. То, что вот возможно делать без серьезной проектной проработки. И параллельно будет разрабатываться серьезный проект. Конечно, хотелось бы уже в этом году получить красивую Яузу целиком. Но чудес не бывает. Мы больше 20 лет этого добивались. Тем более появилась уникальная возможность получить эти деньги для нашей Яузы, для нашего города. Понятно, что наше муниципальное образование не может себе позволить таких денег. Мы очень рассчитываем на помощь региона. Ну, судя по тому, что Министерство благоустройства серьезно этим занимается. Надо понимать, что они отдают себе отчет, что деньги давать придется. Естественно, что мы рассчитываем на нашего областного депутата, который болеет за проект Яузы не менее, чем нас, чем мы. Поэтому думаю, что Никита Чаплин очень серьезно тоже свой вклад внесет в то, что эти деньги появятся на осуществление этого проекта. Так что, этим летом будем укреплять берега, будем стараться не допускать замусоривания. К сожалению, очень хочется обратиться к нашим гражданам. Давайте не вываливать мусор на берега Яузы. Да, стараемся убирать, стараемся предупреждать все это. Но что только по старой памяти на берега не тащит. Особенно со стороны Перловки. Очень прошу всех мытищенцев, давайте уважать друг друга в первую очередь. Давайте уважать труд людей, которые сделали это чудо рукотворное для всех нас. Потому что, ну, хочется, очень хочется, чтобы у нас была красивая, достойная река и прекрасная рекреационная зона, где все мы будем отдыхать. Давайте постараемся быть сознательными. Михаил Николаевич, я как раз предлагаю посмотреть сюжет, который подготовила моя коллега Алла Сталаева об одной из акций по очистке берегов Яузы. Она даст представление о том, в каком, в общем-то, захламленном состоянии порой находятся некоторые участки. Давайте посмотрим. Давайте, давайте. У дома номер 2, корпус 1 по улице Сережковой установлены уже давно вот эти гаражи. Это самострой. Поэтому в рамках программы благоустройства берегов реки Яузы все незаконно установленные строения будут снесены. И, как оказалось, здесь давно складируются старые покрышки. В субботнике в рамках акции «Безопасная шина» по уборке старых шин приняли участие представители общественности, депутат Совета депутатов Михаил Мурзаков, а также представители администрации города. В гаражах, вот видите, сколько, вроде бы тут гаражей, но от силы, может быть, раз, два, три, ну, 15 гаражей. Вот с 15 гаражей, видите, сколько шин. Это при условии, что, если вы помните, мы за этими гаражами убирали уже шины, те, которые валялись в речке. Вот теперь понятно, откуда они взялись. Впереди у нас большой серьезный сезон, наверное, первый сезон, когда мы видим чистую Яузу и вдвойне ответственно, втройне ответственно, чтобы берега с самого начала были чистыми, и мы научились их поддерживать нормально, достойно. Акция «Безопасная шина» инициирована контрольным управлением администрации городского округа Мытища, совместно с Министерством экологии и природопользования, а также Госавтоинспекцией региона. Такой субботник, по выявлению негодных автомобильных покрышек, проходит в муниципалитете регулярно. Как оказалось, навалов шин вблизи ГСК предостаточно. Мы надеемся, что вот эта акция сейчас идет полтора месяца, и мы будем также в других местах, где есть покрышки, и мы периодически это находим в рамках деятельности своей работы, там, контрольное управление, мы сидим с пятерами. Ездим, и, соответственно, где большие объемы, где мало, там заберут, соответственно, наши перевозчики, а где большой объем, будем опять организовывать субботник и приглашать еще кого-то для участия. Акцию поддерживает и фонд рационального природопользования. Собранные покрышки передают именно туда. Затем их отправляют на перерабатывающий завод, расположенный в Люберцах. Там и шин делают брикеты и продают предприятиям, занимающимся изготовлением крошки для резиного покрытия. Просто огромное количество шин, да, я так понимаю, на небольшом участке я уже была... Ну, давайте сразу успокоим, мытищенцев. Прозвучала такая фраза «самострой». Да, там действительно есть несколько гаражей, которые поставлены незаконно, но чтобы не пугать владельцев гаража из ГСК, который там расположен, я сразу хочу успокоить наших жителей, моих избирателей, в том числе, это граница моего округа, все там нормально, никто не посягает на наш ГСК, он будет благополучно работать, к ним нет вопросов, они очень достойно содержат свою территорию, свои гаражные боксы, но сбоку, да, действительно, был самострой, и вот этот самострой создал нам проблему. С Божьей помощью эту проблему решили, но не только с Божьей люди поработали, так что, думаю, дальше будем нормально все это поддерживать. Вот сейчас, когда берега Яузы и сама Яуза стали чистыми, особенно жалко, когда, ну, видишь мусор, как пришел кто-то на пикник и оставил за собой бутылки, бумагу и другой бытовой мусор, 18 тысяч мытищенцев вышли на субботники, и все равно вот есть такая другая сторона, когда отдыхающие продолжают засорять природу. Будут ли проводиться вот подобные акции, акции «Шины» в ближайшее время, и, может быть, есть у вас какие-то идеи, как перевоспитать, что ли, таких вот недобросовестных отдыхающих? Ну, воспитание всегда процесс комплексный, и без силовой составляющей воспитывать крайне тяжело. Вот меня, ну, не то что раздражает, удивляет фраза, очень расхожая еще из моего детства, пришедшая, «чисто не там, где убирают, чисто там, где не сорят». На самом деле это не совсем так. Нет, так. «Чисто там, где убирают». И вот там, где убирают, проще убедить, заставить людей не сорить. Потому что во всем мире есть достаточно большой процент людей, которые разгильдяйски относятся к подобным вещам и бросают мусор. Мы в России не являемся исключением. Любая европейская страна производит столько мусора, что если бы его не убирали с улиц, было бы очень грустно. Доводилось бы несколько раз быть в командировках в различных странах Центральной Европы. В общем-то, если посмотреть, что творится на Елисейских полях в 5 утра, это тихий ужас, это мусорная свалка. Однако ж, очень быстро появляется много людей, много мини-техники. И в очень короткие сроки все это убирается. Поэтому надо, с одной стороны, хорошо организовывать службу уборки. Кстати, у нас в нашем городском округе на самом деле научились убирать. Поэтому просто теперь, когда у нас такие чистые пространства вокруг реабилитированной Яузы, нужно просто активнее эту зону тоже вовлекать в процесс уборки. Это уже делается. И, конечно же, параллельно нужно проводить воспитательные беседы. И нужно привлекать правоохранительные органы для того, чтобы те люди, которые сознательно замусоривают достаточно крупным мусором берега Яузы, и не только Яузы, создают несанкционированные свалки, чтобы эти люди реально привлекались к ответственности, к административной, платили серьезные штрафы. Это одна из составляющих воспитания. Одними убеждениями воспитать таких людей сложно и невозможно. Поэтому все нужно делать в комплексе. Хорошо убираться, убеждать и ловить, и привлекать к ответственности. Ничего другого никто не придумал и, наверное, не придумает. Михаил Николаевич, не могу не вернуться к теме бобров, которых внезапно обнаружили на Яузе, когда очищали реку. Всю зиму их подкармливали. Какова их судьба дальнейшая? Что будут делать с ними весной? Решено их перевозить в заповедник или они останутся жить у нас в мытищах? Кстати, я слышала, что есть такая идея сделать бобра частью уже герба городского округа мытищи. Так ли это? Ну, это новость для меня, действительно новость. Что делать с бобрами? Я скажу, может быть, крамольную мысль, может быть, не крамольную. А ничего с ними делать не нужно. Бобрам надо не мешать. Не мешать жить так, как им хочется. Это часть природы. Когда у нас была заболочена река, никто бобровца не звал, они благополучно пришли, приплыли из Лосиного острова. Ну, я так думаю, что из Лосиного острова больше просто неоткуда. И, кстати, когда мы искали, куда этих бобров, в общем-то, если перевозить, первое, о ком мы подумали, это был наш заповедник Лосиный остров, который отказался радостно своих, как мы предполагаем, бобров забирать. Но что значит забрать бобров? Вот я на встречах, периодически возникают вопросы, у нас народ интересуется бобрами. Ну, интересно, конечно. Не было, не было, и вдруг бобры. Один из заповедников, который согласился принять бобров, выдвинул некие условия. Должны быть санитарные паспорта, бобры должны быть привиты на минуточку. Представляете, что это? Как же это можно сделать? Для начала бобров надо поймать. Потом нужно сделать им прививки, проверить их состояние здоровья, анализы сдать. Потом, после того, как все это произойдет, нужно организовать передержку бобров. Это сумасшествие в тех условиях, в которых мы обнаружили бобров. Очень хорошо, что хватило мудрости всем не вмешиваться в естественный процесс. Очень хорошо, что огородили ту зону, где бобры предположительно в основном обитали. Зима окончилась, все хорошо, все живы, все здоровы. И вот теперь, я думаю, что бобры сами решат, как им жить дальше. Ну вот, конкретно я предполагаю, что они все-таки уплывут вниз по реке. Ну, не очень комфортно в городской черте, на открытом берегу им жить. Ну, не уплывут, будет очень интересно. На самом деле, восстановить то ограждение, которое, ну, уже, собственно, перестало существовать. В силу разных причин снег растаял, бобров не видно. Иногда только некие косвенные, видим признаки, что они еще есть. И то мы до конца не уверены, есть они или нет. Поэтому, давайте посмотрим. Мы не делали резких движений. Бобров подкармливали, нормально перезимовали, а теперь посмотрим. Я думаю, что все-таки они уплывут. Но если вдруг бобры захотят нам сделать такой подарок и останутся, ну, надо подумать, как обустроить это место. Это же такая фишка будет в плане благоустройства Яуза. А еще у нас есть бобры. Но я не настолько оптимист. Я думаю, что они все-таки не захотят здесь жить. Слишком уже такая, видимо, незаболоченная территория для них. Ну да, я не знаю. Если вдруг захотят, я считаю, что это будет очень хорошо. Но им же не объяснишь. Давайте мы вам, допустим, полуострова отдадим, и будет бобровый заповедник. Но кто вступит в переговоры с бобрами? Ну да. Ну, у нас еще есть уточки и чайки появились. Михаил Николаевич, третий этап, я так понимаю, это благоустройство уже самой набережной. Какие-то лавочки, дорожки. Да лавочки и дорожки и сейчас есть, посмотрите. Ну, по всему, я так понимаю, протяжение. Ну, значительная часть. Посмотрите, вот велодорожка и пешеходная дорожка. Это же большая часть Яузы, вокруг Яузы. Вот где вот мостик-переход от Новоматищинского на Перловку. Вот такая закольцованная велодорожка и пешеходная дорожка. Это уже даже не в прошлом, а позапрошлом году сделано. Очень хорошо сделано. И лавочки там есть. И к этому месту тяготеют детские и спортивные площадки. Ну, освободилось много земли. И вот сейчас я сам до конца, вот буквально на днях разобрался, как этот процесс будет идти. Я условно назвал это третий этап. То есть, не запоминайте. Это рабочая фраза, которую я применил вот сегодня во время эфира. Потому, что большое благоустройство абсолютно точно будет не в этом году. Вот те колоссальные деньги, которые мы очень надеемся получить на Яузу, они будут не в этом году. В этом году будет разработка концепции. В этом году будет серьезное проектирование. А стоимость проекта тоже там за 40 миллионов будет на минуточку. Это тоже серьезные деньги, большие. Не просто так. Там колоссальная работа по проектированию будет тоже. И поэтому вот сейчас очень важно закрепить результаты той работы, которая сделана. Это берегоукрепление. А высадка травы и кустарника – это тоже важный элемент берегоукрепления. Поэтому сейчас важно, чтобы береговая линия устоялась. Как по берегам, так и береговая линия островов. Нужно понаблюдать параллельно, не теряя времени, делая проектирование. Поддерживая чистоту. Вот я, да, смотрю в будущее, разумеется. Потому что наверняка мы, тищенцы, к вам обращаются и хотят тоже принять участие в этом проекте. Свои пожелания высказывают. Мы просим всех, высказывайте. Направляй письменно, устно. Комиссия по экологии, которую коллеги доверили мне возглавлять, вышла с инициативой создания общественного совета по ЯУЗе. Мы очень надеемся, что эта идея будет поддержана. И мы приглашаем всех заинтересованных людей, организации, экологической и не обязательно экологической направленности. Но те, кто болеет за нашу ЯУЗу и хотел бы принять участие, как в сборе предложений по концепции, по проектированию по будущему, так может быть по практической помощи. Обращайтесь к нам, в Совет депутатов, в нашу комиссию. Обращайтесь в контрольное управление администрации. Вам будут очень рады, очень рады будут вашим предложением, конкретным предложением, конкретной помощи. Поэтому мы всех ждем и с удовольствием будем общаться. Михаил Николаевич, еще один большой проект, который сейчас осуществляется на территории городского округа Мытища, это благоустройство так называемого, теперь он стал Мытищинским лесопарком. Уже не так называемый, уже мытищинский. Да, теперь он Мытищинский лесопарк, дали ему такое имя, мытищинцы. Но прежде чем мы с вами об этом поговорим, я предлагаю посмотреть еще один сюжет. Он был снят в начале этого года о заседании, которое прошло в рамках выездного заседания депутатской фракции «Единая Россия». Там, кстати, также принял участие Никита Чаплин, первый зампред МОСОБУДУМ. И наш депутат. Да, и наш депутат от нашего округа. Там, на этом совещании были поставлены определенные задачи. И вот подробнее об этом в сюжете. Что необходимо сделать еще, чтобы Мытищинский лесопарк стал идеальным местом для отдыха горожан? В эти дни мытищинцы предлагают, а специалисты лесопаркхоза сортируют и анализируют идеи. В помощь им депутаты, члены партии «Единая Россия», организовали выездное совещание. Ситуацию проще оценить на месте. Для вас-то здесь живет далеко, не проблема приехать. А если на машине, то бросить. На машине возле ПП ставят. Ну и там солпотворение получается, да? Да. То есть хотелось бы... Даже заправиться невозможно подъехать. Лыжню, лыжню, главное, не делать, ничего проблем. И лыжня. А пожелания по лыжне какие? А лыжня только в одну сторону, да. И какие пожелания? А, ну то есть приходится расходиться? Приходится расходиться, да. Особенно вот к новичкам, к тяжелым. Компанию коллегам из муниципалитета составил первый зампред МОСУБУЛДУМА Никита Чаплин. Оказалось, мытищинский лесопарк пользуется популярностью. Даже в будний день посетителей много. А значит, опрос можно считать репрезентативным. Пришли посоветоваться. Какие вот проблематики по лыжне-то есть? Никаких. Провней надо сделать, и свет сделать. Судночь мы будем только. И что, вот первую ночь вы пойдете, в вечернее время? Я и так с наем покажу иногда. Вот так вот. Эти ответы на депутатский вопрос самые популярные. Итак, жители и гости гора Кургомытища хотели бы получить дополнительные места для парковки автотранспорта, лыжню побольше и возможность проводить в мытищинском лесопарке не только зимнее утро, но и зимний вечер. А что могут предложить им представители региональной и муниципальной власти? Должна быть парковка на 200 машин. И со стороны захода, со стороны Волковского шоссе надо поставить баннеры с указанием, где у нас находится парковка, что эта парковка бесплатная. И мы договорились, что поговорим сегодня с Мосавтодором о том, чтобы была разгонная полоса с выездом на Пироговское шоссе. Также принято решение расширить лыжную трассу. Это должна быть более широкая лыжня в две стороны. Посередине должно быть место для конькового бега, конькового хода. Мы договорились, что в этом году, как у нас запланировано, пройдут существенные вложения, существенные работы. Проведет город по лесопарку, чтобы в следующем году, зимой 19-20 года, здесь уже была классная лыжня. Разумеется, новая лыжная трасса будет освещенной. Монтаж светильников начнется в теплое время года. К слову, летом лыжная трасса становится прогулочной зоной. В том числе, это грунтовая дорога, идущая параллельно железнодорожному полотну. После того, как растает снег на нее, вплоть до улицы Борисовки планируется положить твердое покрытие. Освещенными будут не только лыжная трасса и прогулочная зона. Светильниками также оснастят детские площадки и тренажерный комплекс, который вот-вот появится в Мытищинском лесопарке. В 2019 году на благоустройство этой территории планируется потратить 55 миллионов рублей, сообщил первый зампред Мособулдумы Никита Чаплин. Итак, Михаил Николаевич, начало уже положено. Что-то сделано, когда мытищинцы смогут увидеть результат? Результат можно видеть уже сейчас. Это действующая зона отдыха. Лесопарк принимает наших граждан. Вы сами же прекрасно видели, что катаются люди на лыжах массово. Очень хорошая конюшня. Люди такие добрые, позитивные работают. Лошади добрые. То есть, можно и нужно приходить с детьми. Вот многие мои знакомые, я уже многих сагитировал. Люди идут туда с детьми отдыхать, катаются на лошадях. Все это здорово. Вы видели беседки там. Тоже это не платная услуга. Можно прийти, занять беседочку. Там стоит мангал, пожарить мясо. Есть вода. Но все это нужно, конечно, развивать. Потому, что вот сейчас мы с вами в том числе пропагандируем эту зону отдыха. И наверняка ведь люди пойдут все больше и больше. И мест будет не хватать. Поэтому вот на сегодня беседок хватает. Но еще чуть-чуть их будет мало. На сегодня можно прийти покататься на лошадке. А еще немножко, когда мы все поймем, как это здорово, очередь будет стоять. Поэтому нужно все то хорошее, что сделано, развивать. Конюшни должно быть больше. Беседок должно быть больше. Свет вы слышали в репортаже. Да, свет хотят. Там мы, тещинцы, готовы находиться, я так понимаю, и днем, и ночью. Обязательно. Свет хотят, парковки хотят. Трасса должна быть освещена. Будет это никогда. Очень уважаю Никиту Юрьевича Чаплина. 200 машин мало. То, что он пообещал. 300, а то и 400 нужно машин. Парковку под такое количество машин. Нужно делать ее вдоль Пироговского шоссе. Может быть, с двух сторон. Обеспечив нормальный пешеходный переход. Все это, ну, это задача не одного года. Но если мы хотим действительно сделать полноценную классную зону отдыха. Реально для огромного города. Городского округа Матищи. Надо понимать, что мы же принимали генплан. Здесь будет больше 300 тысяч жителей в нашем городском округе. И в основном-то это будет город Матищи. Поэтому проекты должны быть масштабные с опережением. Конечно же, на депутатских комиссиях у меня даже спор некий возник с нашими руководителями направления ЖКХ. По поводу того, нужно или не нужно центр. Ну, не центр, а основную зону, где делается благоустройство нашего Матищического лесопарка. Нужно или не нужно его канализовать. Они говорят, ну, как, вы что, это же лес. Ну, что значит лес? Во-первых, не в центр леса. Потом, скажем так, биотуалеты из 90-х уже никого не устраивают. Люди хотят, если они приехали отдыхать, чтобы был нормальный, большой, цивилизованный туалет. Почему бы там не быть душевым? Люди занимаются спортом, активно ведут себя на свежем воздухе. То есть, нужно смотреть в будущее. И вот я буду повторять и повторять и настаивать на том, чтобы именно в этом направлении мы развивали благоустройство. Не вчерашний день приводили себе в пример, а старались заглянуть. Действительно, повторюсь, в будущее, чтобы наши граждане действительно получали полноценные возможности пользоваться этой огромной классной рекреацией. Я не вижу здесь никаких проблем. Можно пройти, допустим, воду и канализацию, можно прекрасно провести с другой стороны Пираковского шоссе. Прокол под дорогой. Это не такая сложная строительная манипуляция. Техника сейчас есть, технологии есть. Подвести воду и канализацию больших проблем нет. Да, согласование. Потому что Гослесфонд, сразу начнутся, я представляю, какие проблемы начнутся. Ну, а когда же проблем не было? Всегда, когда делаешь какое-то новое важное дело, мы всегда сталкиваемся с проблемами. Но я считаю, что эти проблемы нужно решать. Нужно делать сразу классно, хорошо. Сохраняя природу, ни в коем случае не вредя лесу, но обеспечивая нормальные достойные условия для наших граждан, чтобы действительно мы все массово шли туда отдыхать. Я верю, что это будет. Это очень реально. Это гораздо легче, чем почистить яузу. Это можно сделать за 2-3 года совершенно нормальным. Потому что большой участок леса. И очень хорошо, что бывший пироговский, теперешний, мытищинский лесопарк... Ну, пироговское лесничество, оно остается пироговское. И пусть оно носит историческое название, так даже интереснее. Ну, это же огромный лесной кластер получается. Сделать его нормально, цивилизованно, без вреда для самого леса. И не только ведь вреда нет. Мы видим много пользы. Ведь колоссальные деньги уже сейчас вложены в благоустройство. Сколько мусора вывезено, сколько сухостоя вырублено. Лес почищен. Дорожки делаются. Причем дорожки экологически чистые. То есть, не твердое покрытие, а щепа используются для этого. То есть, нормально, цивилизованно все делается, максимально сохраняя природу. То я думаю, что очень хорошая перспектива этого места. Очень важно только нам постоянно быть в диалоге с нашими гражданами. И исполнительные, и представительные власти нашего городского округа, взаимодействуя с регионом, естественно, развивать все это. Потому что немножко расслабишься, немножко забудешь. То есть, процесс должен быть непрерывным. Степ-бай-степ. То есть, шаг за шагом, шаг за шагом. Сделали одно, сделали второе, сделали третье. Вот тогда действительно это будет развиваться. И удобно, что проект, получается, он как бы все время открыт. То есть, какие-то дополнения вносятся. Что-то, скажем так, вычеркивается. То, что не устраивает матищенцев, например. Еще большое событие — это строительство эстакады, которая соединит улицу Фрунзе и улицу Мира. И позволит автомобилистам выезжать на Ярославское шоссе с улицы Мира. Да, сразу на Ярославское шоссе. И вот в связи с этим, да, автомобилисты в основном рады этому событию. Не автомобилисты боятся, что экологическая ситуация в центре города ухудшится. Что бы вы могли об этом сказать? Насколько важен этот проект? Действительно ли он может какой-то вред принести? На самом деле, вы очень хорошо упомянули слово «экология» в увязке с дорожным строительством. Ведь основное загрязнение города идет не от промышленных предприятий, не от бытового мусора. Основное загрязнение, в первую очередь, воздуха, косвенной воды, идет именно от автотранжевого. И когда это идет? Когда машины стоят в пробках, когда они газуют, когда создается угроза для нашего воздуха из-за выхлопных газов. Ведь когда будет построена эстакада, она уже наконец-то строится. Подрядная организация вышла на площадку. Реальные ведутся работы, перекладываются сети. То есть, все, процесс пошел. А там тоже очень дорогой проект. Он сопоставим по стоимостью с окончанием реабилитации Яузы. Там, по-моему, сейчас точную цифру не зову, там тоже больше 2 миллиардов стоит эта эстакада. То есть, очень серьезные деньги. И, в общем-то, очень хорошо, что это забота региона Московской области о нас. Потому что своих денег у нас таких нет. Мы не могли бы позволить себе, наше муниципальное образование, не могло бы позволить себе такое строительство. А по завершению, ну, года полтора это удовольствие будет продолжаться, стройка, вот по моим прикидкам. Как только она будет закончена, конечно, совершенно другие потоки машин будут. Планировали, просчитывали. Я думаю, что никакой транспорт, ну, за минимальным исключением, не наш, проезжающий, не пойдет через центр Матищи. Смысла нет никакого. Вот уже на горизонте Москва, если идет транзитный поток машин, кому нужно ехать в Матище по этой эстакаде, если им не нужно конкретно в Матище? То есть, это эстакада для мытищенцев, в первую очередь, чтобы мытищенцы могли выезжать и могли въезжать. И, конечно, вот часть моего округа находится в Перловке. И не стоять, извините, перебью, и не стоять в пробке на Олимпийском проспекте, загрязняя воздух. И не только на Олимпийском. Семашка, Веры Волошина, перловчане страдают гораздо больше. Ну, во всяком случае, не меньше, чем жители Олимпийского проспекта. Я думаю, даже больше, поскольку здесь дома ближе стоят к дороге, и дорога поуже. Поэтому всем нам, кто имеет отношение к микрорайону Перловка, конечно, очень приятно. Мы рады, что это строительство началось. И, конечно, оно очень здорово разгрузит, в первую очередь, Перловку, но и центр города. Конечно, я верю, что мы будем ездить совершенно по-другому. Михаил Николаевич, Вы, как депутата, решаете не только вопросы муниципального значения, но и защищаете частные интересы. К Вам приходят на прием горожане, жители Вашего избирательного округа. И я знаю, что Вы открыли дополнительную приемную. Где она находится? Моя традиционная, уже многолетняя общественная приемная находится в школе 25. Принимаю ее по вторникам с 18 часов. Если я в командировке, в отпуске, обязательно кто-то из моих помощников ведет прием. Поэтому приемная работает всегда. Но все чаще и чаще ко мне стали обращаться мои избиратели из Перловки. Все-таки та часть Перловки, которая входит в мой избирательный округ, она прилегает к Новоматическому проспекту. И какое-то время мы пользовались всей одной общественной приемной. Но вот вся часть нашей граждани стали предлагать мне вести прием и в Перловке. Мы организовали еще одну общественную приемную. В школе номер 5 теперь. По четвергам. С 18 часов. Так что у меня теперь два места приема. Я два раза в неделю принимаю. По вторникам в школе 25 с 18 часов. И по четвергам в школе номер 5 тоже с 18 часов. Так что я всех приглашаю, дорогие друзья. У кого есть вопросы, предложения, пожелания, желание пообщаться со мной, милости прошу. Михаил Николаевич, на этой позитивной ноте предлагаю завершить эфир. Тем более время наше подошло к концу. Мытищинцам напомню, что сегодня в студии телеканала «Первый Мытищинский» был депутат Совета депутатов городского округа «Мытищи» Михаил Мурзаков. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова